Очередная конференция для гастроэнтерологов и эндоскопистов из цикла «Стендап. Стандарты качества диагностики и терапии заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта» прошла в середине марта в Краснодаре. У ключевых докладчиков всех конференций этого цикла уже успела сложиться единая картина. Во-первых, огромное число слушателей, большая заинтересованность не только в прослушивании докладов, но и в интерактивном участии, в обсуждении вопросов, высказывании своих мыслей. Эта конференция крайне важна для практикующих эндоскопистов и гастроэнтерологов тем, что она определяет не только нерешенные задачи, и она дает возможность дискуссии по всем актуальным вопросам современной эндоскопии и гастроэнтерологии. Я думаю, что самым лучшим продолжением этой конференции будет создание рабочих групп как гастроэнтерологов, так и эндоскопистов для формирования новых рекомендаций и стандартов, по которым должны работать наши специалисты. Европейское общество гастроэнстональной эндоскопии определяет качество эндоскопии как один из главных приоритетов. Мы имеем дело с инвазивной процедурой, а потому пациент подвержен риску осложнений. Эндоскопия – это дорогая процедура, она требует многих усилий от персонала, и мы должны быть уверены в том, что проводим эндоскопию по высоким стандартам. При эндоскопии верхних отделов желудочно-кишечного тракта есть несколько базовых вещей, которые обеспечивают комфорт пациента. В частности, мы должны быть уверены в том, что пациент воздерживался от приема пищи, и мы должны регистрировать все детали, выявляемые во время процедуры, а потом написать заключение, которое смогут понять другие врачи. По мнению Майкла Хефнера, эндоскопия, соответствующая современным стандартам, – это не быстрая эндоскопия. Минимальное время эндоскопического обследования верхних отделов желудочно-кишечного тракта – от 6 до 7 минут. Легко запомнить формулу – 1 см – 1 минута обследования. Междисциплинарность – это отличительная и очень важная черта цикла конференций стендап. О важности тандема эндоскопист-гастроэнтеролог говорили многие участники конференции. Это вот первая площадка, где объединяют нас эндоскопистов с гастроэнтерологами, где мы не конфликтуем, как обычно, а наоборот, пытаемся какие-то острые углы, любые непонятные для нас, для врачей-гастроэнтерологов темы, задеть и, в общем, компромиссии, решить все эти вопросы. Это очень приятно. Всегда мы работаем рука об руку, когда хирург и гастроэнтеролог у кровати одного пациента. То есть ведется со всех сторон обследование, диагностика, и тогда такой тандем приводит к лучшему результату. На конференции традиционно для цикла стендап приехали специалисты из разных городов. Каждый участник почерпнул для себя что-то новое. Стандартизация подходов, конечно, техническое оснащение, необходимость повышения материальной базы лечебных учреждений. Все будет способствовать улучшению работы этой службы. Особое внимание слушателей привлекла проблема эзофагитов. Очень такие скользкие темы, посвященные эзофагитам. А далее очень интересная тема, посвященная именно градации эзофагитов, потому что очень часто встречаемая патология, которая требует именно тенденции, когда идет въединение врачей-гастроэнтерологов и врачей-эндоскопистов, когда все должны общаться на единой терминологии, все должны понимать друг друга. И была определенная спандартизация именно эндоскопического осмотра. Это требует и ни одной, и ни двух, и ни трех конференций. К концу конференции стал очевиден ее успех. Людей много. Интерес огромный. Приехал Майкл Хафнер. У него блестящая была лекция по плоскоклеточному раку. Он дал очень хорошие рекомендации европейские, очень системный такой правильный взгляд. Ну и наконец у нас состоялся нормальный разговор гастроэнтерологов-эндоскопистов. Мы сегодня стали понимать разницу между гастропатией и гастритом. И вот вокруг этого диалог начался конструктивный. Мы теперь понимаем, что нам нужно сделать дальше. Мы ждем от эндоскопистов нормальных протоколов и готовы их воспринимать. Среди тех, кто дал высокую оценку мероприятию, были и зрители Первого медицинского канала. Мы следим за Первым МедТВ и смотрим в других городах, когда проходили другие стендапы. Интересный доклад Сергея Владимировича Кашина. Некоторые интересные клинические случаи. Все очень позитивно. Учиться никогда не поздно. Это негласный девиз конференций, представляющих достижения медицинской науки. Подходы меняются со временем. И, конечно, очень поучительно присутствие на таких конференциях для образования, расширения кругозора и применения практики, естественно. Участники конференции обогатились новыми как теоретическими, так и практическими знаниями. Как всегда, много новой информации, которая будет практически применена в отделении, иметь отражение в наших протоколах, классификации. Конечно, всегда много нового, подчеркиваю. Да, и самое интересное, мне кажется, то, что продолжаются дискуссии на вот извечные вопросы в подходе, в классификациях, в оценке различных состояний, именно с точки зрения разных специалистов, гастроэнтерологов и эндоскопистов. Конференция поможет нам значительно улучшить диагностику ранних форм рака, предупредить развитие рака и выявить, так сказать, все невыясненные ситуации, которые у нас, ну, точнее, вопросы, которые стояли перед нами. Она поможет лучше контактировать врачам-эндоскопистам между собой, врачам-эндоскопистам с гастроэнтерологами, с терапевтами, с хирургами. Мы будем говорить на одном языке, точнее, будем приходить к этому. Мероприятие признано крайне важным для Краснодарского края. Главный вывод, что мы должны общаться с нашими коллегами-эндоскопистами, мы должны им четко ставить задачи, мы должны получать от них ответ и спрашивать, что же не видели. На самом деле, оказалось, мы гастроэнтерологи по-своему интерпретировали эти симптомы и вот только собравшись вместе, мы смогли как бы вместе дойти до истины. И, наверное, главный вывод, что надо больше общаться, нужно больше разговаривать друг с другом и нужно чаще проводить такие совместные мероприятия. Удачный формат совместного мероприятия смежных специалистов отметили практически все участники. Для меня было очень интересно узнать мнение гастроэнтерологов. Я, по сути, получил ответ, как они реагируют на мои некоторые заключения. Я в будущем теперь уже со знанием дела буду оформлять протоколы заключения. То есть это для меня очень полезно было. Высокую оценку конференции дали и эндоскописты, и гастроэнтерологи. Мы очень довольны тем мероприятием, которое было проведено. Очень были даны очень точные научные все данные доказательства. Большое спасибо. Невероятно компетентные эксперты, замечательные лектора. Хочется просто после этого горы свернуть. Подобные мероприятия имеют, безусловно, образовательное значение. Я действительно здесь много чего полезного узнала. Будем теперь со столичными коллегами тоже брать с них опыт, как делать конференции, как принимать в них участие, как организовывать. Эта конференция оставила незаконченные ответы. И это повод для дальнейшей моей исследовательской работы. Поиск истины в споре. Еще одна возможность, которую предоставляют междисциплинарные форумы. Интересно, что поднимались очень спорные темы, на которые нет ответа, наверное, ни у кого. И вот эта горячая дискуссия, которая возникала между экспертами, слушатель-эксперт, задавались вопросы, которые, в общем-то, наверное, и не нашли ответа во многом. Но осталось вот это чувство неудовлетворенности какого-то поиска, что нужно двигаться вперед, что нужно дальше развиваться, искать ответы на эти вопросы. И, в общем-то, это, с одной стороны, дает ощущение какой-то внутренней неудовлетворенности, а, с другой стороны, дает стимул двигаться дальше, искать, бороться и не сдаваться. Следующая конференция пройдет в Екатеринбурге 13 апреля. Субтитры создавал DimaTorzok